Посмотрите, какие интересные идёт пар. Здесь мы были год назад весной. Видишь, что тут билет отошла? В Голубицкой живёт свой собственный верблюд. Всё, что надо, мне кажется, можно найти здесь. Смотрите, сколько цапель. Здесь на косе вербиной находится настоящий немецкий дот. Сейчас едем в сторону Тимрюка. И вот здесь, недалеко от посадок виноградников, вспаханное поле. И посмотрите, какие интересные идёт пар. Какое-то такое физическое явление необычно выглядит. Прям стелется. Как будто дым. Поле вспаханное. Здесь тоже будет что-то садить. Может быть, дыня, может быть, арбузы. Там красиво, вон, трапка зелёная. Завернули в Зародину. Доедем сейчас до пляжа, до берега Азовского моря. Едем мы по улице Красной. Весь мы летом шли до Тиздара, когда купались в грязи. подъехали к берегу в Зародину. Здесь вот находится этот Тиздар. Корпуса. А наверху там отстраиваются новые дома. Новые коттеджи. Причём, посмотрите, многоэтажные даже. В два, в три этажа дома. Прямо на самой горе. Недалеко от моря. Такие вот обрывистые здесь берега. Но не на всей протяжённости побережья Азовского такие берега. Есть типологии, как, например, в Голубицкой. Очень хорошая лестница здесь такая сделана. Здесь мы были год назад весной. Вот прям спускались по этой самой лестнице. Была, конечно, уже гораздо более тёплая погода. Очень красивое место. Ну и свежий морской ветерок, конечно. Море, оно всегда дарит определённое настроение. К нему ты приходишь, чтобы отдохнуть, расслабиться. Особенно после шумных городов. Волны убаюкивают. Глинистые берега. Да, голубая глина. Многие, кстати, сомневаются в том, что Аксиздар это настоящий вулкан. Ну, тот, кто бывал вот здесь, вот на этом пляже, тут знает, что вот оно, доказательство. Самбирик доказывает, то, что и здесь есть глина, грязь. Она не только в берегах, да, но и так же в море. То есть, всё вот это вот, это как раз таки самая глина. Это лечебная глина, да. Ну, она так сильно обрушилась, вообще берег прям, видишь, что ушёл. Со временем всё, берег уходит, уходит. Ну, да, глиба, глина. Здесь вообще нужно лечебницу строить, чтоб можно, да, было? Ну, вот, здесь же цезар находится. Ну, годичные лечебницы можно. Такие прям, это, потёхи, это глины. Видишь, как билет отошла? Да, видишь, вот эта сварка. Вот здесь тот такой красивый. Солнышко выходит. Нам бы, конечно, сейчас очень хотелось солнышка. А то сейчас снимаем, и капли даже на объектив попадают. В Голубицкой живёт свой собственный верблюд. И каждый раз, когда мы проезжаем мимо, он стоит у дороги. Однажды был такой интересный случай. Еду на автобусе, рядом сидит женщина. проезжаем, видит тоже верблюда, и такая спрашивает меня, он что, настоящий? Прям настоящий верблюд? И говорит, а ему здесь не холодно, а потому что холодно было. И она так искренне удивилась этому, что здесь в такой холод находится верблюд. У хозяев видно, что не только есть верблюд, но и лошади. верблюд не мы единственные подошли к верблюду здесь тоже остановились по пути, причем даже с ребенком мы побоялись так близко подходить к верблюду, а здесь вообще ребенок прям очень близко. Даже сейчас поди его трогать. Да ладно. Даже трогают. Офигеть. А мы бояки. Да. Вот так вот. После того, как посмотрели на верблюда, едем по улицам Голубицкой, по верхней части станицы, по улице Красной. КОНЕЦ Тут школа местная. Церковь. КОНЕЦ часто спрашивают, сколько у нас в Краснодарском крае стоит бензин. Проезжаем как раз АЗС Упойл. Такие цены. 95-й, 92-й, дизельное топливо и сотый. Я думаю, многим знакома эта заправка, кто отдыхал в Голубицкой на своей машине. Здесь обычно огромные пробки. Огромные просто. И едем в сторону Темрюка. Въезжаем уже в Темрюк. Здесь на въезде очень много магазинов разных, абсолютно разных. То есть все, что надо, мне кажется, можно найти здесь, но это помимо южного города. заправка. Там, наверное, пробка, потому что поезд. Наверное, наверное. И стела впереди Темрюк. Нет, дорогу делают въезжают. Объезжают въезжают. Темрюк. Да, здесь ремонтируют дорогу, как реверсное движение. А вообще обычно здесь пробочка бывает из поезда. впереди будет мост через реку Кубань. Смотрите, сколько цапель. стоят. Улетели многие, конечно, уже испугались. Вот красавчики какие. вот еще синин меленький. А, полетел. доехали мы до Куликовского гирла. Оно впадает в Азовское море. Такая своеобразная протока. Что-то типа как в пересыпи. И там уже море. Вот он выход к морю из гирла. Сейчас здесь тусуются только чайки. море. если я ничего не путаю, то здесь и находится пляж Кулики, на который приезжают отдыхать с темлюка местные жители. вот оно море открытое. Те же песочные пляжи. Здесь и деревья, где летом можно укрыться от солнца. Пляжи. пляжи. Здесь на косе Вербиной находится настоящий немецкий дот времён Второй мировой войны. Именно отсюда начиналась знаменитая голубая линия или по-немецки готенкомф буквально можно перевести как голова гота. Эта линия здесь есть даже карта тянулась вот отсюда получается от косы Вербиной до Новороссийска и в ходе Новороссийска Таманской операции в 43-м году эта голубая линия была прорвана и началось освобождение в том числе и Таманского полуострова Темрюка Вот такой вот Дот Вход в него заделали чтобы в общем я думаю чтоб не пакостили те кто здесь приезжает отдыхать Те кто смотрит меня давно наверняка помнят как я уже бывала в подобной артиллерийской батарее только недалеко от поселка Волна на берегу Черного моря и вот сегодня мы нашли такой же Дот с немецкой стороны только около Азовского моря Волна